Больше 10 лет за рулем и только апокалипсис заставит меня пересесть на наш общественный транспорт. Есть большие вопросы к качеству этого транспорта, к качеству самих автобусов. Автобусы пыльные, грязные, воничьи. Выделенные полосы появились, а вот условия в общественном транспорте не изменились. Пожалуй, стали хуже. С выделенками доезжать до места назначения стало быстрее. Да только автобусы не резиновые, считают участники клуба. Я езжу каждый день, я не могу уехать домой. Вчера в 5 часов я вышла на остановку, через 5 минут приезжает 55-й. Зашло 3 человека, еще 15, стоили. Некуда. Сегодня барнаульские пассажиры мечтают, чтобы муниципалитет взял под крыло перевозчиков, субсидировал их. Благодаря такой схеме работы гонка за пассажирами отпадет сама собой. А часть средств будет направлена на обновление и ремонт подвижного состава. Сегодня звучали мнения от жителей, что транспорт должен быть муниципальным. Мы сами за эту идею. Но стоимость реализации данного мероприятия, стоимость перехода на брутто-контракты, когда перевозчик не гонится за пассажиром, а когда перевозчик получает фиксированную плату за километр. И мы посчитали, что сегодня, чтобы полноценно обеспечить город, за год нужно тратить минимум 6 миллиардов. А с учетом доходной части города, в этом году она составляет 22 миллиарда рублей, строка расходов 6 миллиардов – неподъемная. Надежда на будущий год, говорят власти. Опять же, если бюджет позволит. А между тем, по системе брутто-контрактов уже живут такие крупные города, как Пермь и Тверь. Попадет ли краевая столица в этот список? Пока остается только надеяться. Валентина Аскерова, Дмитрий Денисов. День с толком.